Добрый день, дорогие друзья! Хотел немного поделиться с вами наблюдением относительно плитки, а в частности вот такого кантика, который сделан из композитного материала, то есть идет керамика, а сверху алюминиевая прослойка, то есть создающая зеркальный эффект. Почему я хотел это сделать? Потому что при работе с этим кантиком есть определенные нюансы. Хотел поподробнее о них рассказать. В чем минус? Да, конечно, богато смотрится, вот таким образом выглядит, то есть как зеркало, красиво, да. Но в чем минус? Минус в том, что при обработке он начинает отходить, вот таким образом. То есть он практически не держится, вот. То есть при воздействии, вот отрезаешь ты с помощью станка отрезного, вот. Даже сильно-то он и не грелся особо, но все равно малейшее тепловое воздействие, то есть он отходит от керамики. Керамика, она очень пористая, соответственно, я считаю, что как бы мы ни клеили, все равно есть вероятность отслоения. Тем более это в заводских условиях там клеют сразу непосредственно листами композитными, потом все это пилит. Вот. Да, в заводских условиях это, конечно, все по-другому происходит, но в условиях ремонта, конечно, нет такой возможности обрезать. Вот это одно. Второе, даже заводские стыки, они немного фолдят. Вот я когда укладывал плитку, вы можете даже так послушать, в некоторых местах вот хрустит, то есть там песок, видать, попал за композит. И они практически все такие. То есть говорит о том, что композит плохо держится. Вот. Там практически везде такой. Вот. Еще есть такая вероятность, что когда мы наносим клей на композит, он может влагу в себя впитать, керамика. Так как это керамика, керамика она очень сильно впитывает в себя влагу. Соответственно, она впитывает влагу, встречает композит, в этом месте начинает отслаиваться он. Вот это большой минус композитного материала, что он не проводит влагу, встречается такой барьер. Вот. И еще может быть такая вероятность, что где повышенная влажность, особенно это может быть где ванна. В данном случае здесь будет ванна стоять. Вот. Здесь у нас будет повышенная влажность. Соответственно, здесь будет поливаться стена. То есть если вы не будете использовать влагостойкую затирку, то такой материал быстро отойдет. Что придется вам делать в этом случае? В этом случае придется ювелирно, каким-то образом подклеивать. Честно говоря, не знаю, как это сделать, потому что если вы отгибаете, соответственно, он сохраняет свою форму. Это же алюминий. То есть вы туда клей засунете, потом придавить. Ну, как вариант можно. Но это все... Так как он имеет зеркальную поверхность, малейшее искажение все будет бросаться в глаза. Вот эта кривизна вся. То есть планируется, что он будет вот такой вот ровный. Поэтому я не советую использовать этот материал. Да, они дорогие, композитные. Вроде бы сейчас все это модно. Но лучше использовать какую-нибудь стеклянную. Стеклянные, зеркальные заказывают плитки, чем вот такие композитные. То есть не используйте. Это все ненадолго. В условиях того, что вы делаете дорогой ремонт, плитка здесь тоже не дешевая. Я считаю, вот этот кантик, он не оправдывает своих денег. К тому же, обратите внимание, еще вот хочу показать такой момент. Сейчас. Вот, обратите внимание. Здесь вот у него композит. То есть он не ровно подрезан. То есть вот он торчит относительно плитки. Соответственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что швы у нас разные. То есть где-то больше относительно, где-то меньше, то есть гуляет. То есть тоже о геометрии, соответственно, разное. Ну, так как нарезалось это все вручную, соответственно, все зависит от того, насколько точно станок это все задает. Так что такое наблюдение. Какие-то есть у вас дополнения, или что-то вы... Как вы работали с этим материалом, как вы справлялись с этой проблемой. Может быть, существуют такие методы, какие-то особенности, укладки. Пишите в комментариях. Какие-то вопросы тоже пишите. На этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok